Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Продолжая тему шахматной композиции на канале Шахматы для всех, мы с вами сегодня рассмотрим очень красивый этюд второго чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера. Задание к этому этюду – выигрыш, то есть белые начинают и выигрывают. Несмотря на большой материальный перевес, сделать это белым не так-то просто, и путь к победе всего лишь один. Поставьте видео на паузу и постарайтесь разгадать очень красивый замысел второго чемпиона мира. Поверьте, если вы сумеете обнаружить изюминку этого этюда, то вы получите очень большое удовольствие. Итак, белые начинают и выигрывают. Ну а теперь раскрываем секрет решения этюда Ласкера. У белых довольно сильные фигуры, но и у черных есть своя контр-игра. Превращение пешки С в ферзя кажется неминуемым, но что же противопоставить этому очевидному факту? Белым нужно атаковать вражеского короля. На первый взгляд кажется, что сделать это просто невозможно, потому что белые фигуры хоть и находятся близко к вражескому монарху, но все же вряд ли сумеют скоординировать свои действия. Но тем не менее, первые два хода этого этюда очень красивы. Слон g8. Белые угрожают матом ферзь h7, поэтому у черных нет выбора. Нужно принимать жертву слона. Ладья бьет g8. Сейчас ферзь белых под боем. Пешки h6 и f6 надежно защищены. В чем же идея белых? Кажется, что они тут не только не выигрывают, но даже проигрывают. Но следующий ход буквально ошеломляет соперника. Вместо того, чтобы отойти ферзем, они жертвуют его, играя король f7. И снова белые создают угрозу мата в один ход. Ферзь бьет g8. Черным, опять же, нужно принимать жертву, иначе от мата не спастись. Они бьют ладьей ферзя, и после хода fg все становится ясно. Оказывается, главной боевой единицей армии белых является пешка. Слон, а затем и ферзь были возложены на алтарь атаки лишь для того, чтобы пешка стала подвижной. Белый ферзь, подобно фениксу, возрождается в этом этюде. Угроза g7, g8 ферзь с последующим матом неотвратима. Черные могут поставить на доску своего ферзя, но получают мат в два хода. Затянуть сопротивление на один ход черные могут в случае h5. Тогда g7, король h7, g8 ферзь, король h6 и ферзь g6. Также мат возможен после ферзь h8 либо ферзь g7. Вот такая очень занимательная композиция Эммануила Ласкера. Внимательные зрители не могли не отметить, что все ходы черных были вынуждены. Поэтому этот этюд можно смело назвать задачей на мат в шесть ходов. Еще один любопытный факт, который относится к этой композиции, заключается в том, что в ряде источников это замечательное творение приписывают не Эммануилу, а Бертольду Ласкеру, старшему брату второго чемпиона мира. Как бы то ни было, перед нами очень красивое шахматное произведение, которое, я надеюсь, вам понравилось. И в этом случае вы не забудете поставить лайк под этим видео. Также не забывайте подписываться на канал Шахматы для Всех, где вы сможете обнаружить много других интересных шахматных этюдов и задач. А также пишите свои комментарии. Оставьте отзыв об этой красивой композиции. Сумели ли вы ее решить? А возможно были знакомы с ней до просмотра этого видео. Большое спасибо за внимание. До свидания.